Всем привет! Меня зовут Никита. Рад приветствовать вас на своем канале. И данное видео будет посвящено тому, как я провел уже получается один месяц в Мексике. Мои ощущения, впечатления, что касательно жилья, ловли даты. Но, ребята, мимо прошли меня, чуть не сбили начинающего блогера. Ну что, я шел-шел и, наконец-таки, пришел в нужную мне локацию. Хоть погода не очень сегодня, дождик небольшой капает. Я с трудом нашел место, куда воткнуть телефон, потому что свой штативчик я, естественно, не взял. Зачем? Зачем его выбрать, если ты идешь снимать видос? Ну да ладно, хорошо, что микрофон вот сегодня доставленный мне прицепил. И то ладно. Итак, речь пойдет о том, как я живу один месяц в Мексике. Что сказать? За это время я сменил уже три вида жилья. Начал я свой путь, начал я свою жизнь в Мексике с отеля. Он мне достался немножко по блату, бесплатно, где-то дня три я там прожил. Далее я отправился почувствовать на своей шкуре, что такое мексиканский хостел. Я до этого вообще в хостелах ни разу не бывал. В принципе, терпимо, дешево, сердито. Но вот тот хостел, в котором я жил, Хоум Балдерас он называется, в принципе, классно. Довольно уютные люди, нормальные, воровства не было замечено. Все чистенько, аккуратненько, хорошая хозяйка. И при заселении туда более чем на месяц вам скидка будет. Так что я рекомендую это место. Я напишу в описании, как он называется точно, точнее его адрес. Далее я познакомился с ребятами еще на этапе перелета с Кубы в Мексику. И вместе мы договорились снять жилье, чтобы платить в склаченную, чтобы было дешевле. Ну, собственно, это мы и реализовали. В результате я очень доволен. Живу с комфортом. У меня своя ванная, свой туалет, отдельная комната, свой огромный телек. А, нет, огромный телек у нас уже сломался, стал поменьше. Когда сломался большой телевизор, мне хозяйка купила новый. Ну, не мне, в смысле, а в жилье. И прям чуть ли не на следующий день они привезли его и установили. Классный сервис. Вот. У нас общая кухня. И вот живу я так, не тужу. Райончик у нас умеренный. То есть он, в принципе, прикольный, когда к нему привыкаешь. За исключением того, что в нем ничего особо нет посмотреть. Даже вот этот парк, в который я пришел сюда. Я шел где-то полчаса по каким-то очень мутным местам, переходя через всякие непонятные светофоры. Ай, это такой себе был путь. Весьма адреналиновый. Хотя, казалось бы, да, это просто куда-то идешь. Но в Мексике не все так просто. Здесь ходить довольно проблематично. Вот. В целом район спокойный. Полиция курсирует по улицам всю ночь. Никто никого не грабит, не убивает. Были замечены наркоманы, да, то есть там под мостом. Но они никак вообще не касаются никого и сидят там спокойно, долбят гашиш. Что касательно хостела. Хостел располагался в центре. Там было в плане расположения очень прикольно. Потому что куда ни пойди, ты обязательно куда-нибудь придешь. То есть какие-то интересные места, парки, достопримечательности, музеи, куча магазинов. Все возможные Макдональдсы, закусочные. Очень много уличного фастфуда. В общем, всего навалом. Место в плане геолокации просто отменное. Отель был похож. То есть по геолокации. Вот. Так что сейчас я прожу, хожу по гетто, так сказать. По спальному райончику, где особо нечего посмотреть. Но поскольку сейчас мне пришел микрофон, я начну ездить уже опять в город и снимать там какие-либо видосы. Потому что без микрофона был полный шлаг. Итак, вернемся все-таки к впечатлениям, да, от жизни Мексики. Ну, опять-таки, видите, впечатления, они зависят от того, где ты живешь. Поскольку я живу в хорошем месте, в хороших апартаментах, то и впечатления у меня соответствующие. Можно, в принципе, еще где-то, еще подешевле заехать в какие-нибудь мутные места, в каких-нибудь мутных районах, где будут ходить члены картеля, да, и отрабатывать у тебя сумку. Потому что опыт у людей разный. Сталкивались в Мехико люди с разным. Я лично не сталкивался вообще ни с какими проблемами. Я не сталкивался ни с какой агрессией. Да что ж такое-то, маленькие мушки, отстаньте от меня. Я не сталкивался ни с каким криминалом, вообще ничего. То есть, все было шикарно и сейчас шикарно. Не дают мне местные звери снимать видео. И, в принципе, у меня ощущения только положительные. В магазинах все довольно дружелюбны. В плане языкового барьера, безусловно, это большая проблема. Мало кто понимает, но есть переводчик, есть английский. Хотя испанцы... Какие испанцы? Мексиканцы мало говорят на английском. В основном, конечно, это все либо суржик, либо в 90% случаев просто испанский. Но при желании решить проблему можно. Договориться что-то, узнать, спросить. Хозяйка у нас, естественно, тоже мексиканка. И хоть она и даже говорит по-английски на суржике, мы с горем пополам пытались ее понять, с ней коммуницировать. И в результате все-таки мы всегда приходили к положительному значению. Касательно денежных затрат. Опять-таки, повторюсь, все зависит от того, где вы проживаете. Можно найти очень дешевое жилье в полной заднице. Можно найти что-то сбалансированное, типа хостела, вот, Хомбалдерс. Там будет оплата у вас где-то 9 долларов в день, если вы снимаете на сутки, ой, на месяц, свое койко-место. Вы будете платить в сутки 9 долларов. То есть, как бы оптом, так берете вот эту койку. Вот. Если вы в каких-то отелях решили жить, понятное дело, все это будет очень затратно. Мне не очень затратно. В плане жилья я плачу 12 баксов в день. Это очень хорошо. Это прям по моему кошельку, как я планировал. Ну, может, чуть дороже, но зато условия, в принципе, классные. Вот. В плане питания. Дешево. Дешево, да. Если переводить на рубли, все это стоит колоссальных денег. То есть, ну, представляете, если хлеб стоит, да, почти 50 песо, переведите 50 песо на рубли, и вы поймете, сколько, блин, я тут потрачу на хлеб. Но думать об этом нельзя. Надо уже мыслить долларами, песо, то есть местной валютой. Хоть, конечно, это тяжело делать, пока ты их не зарабатываешь, а только тратишь свои накопления. Но, тем не менее, ладно. Вот. Если оценивать все именно в местной валюте, то в том месте, по крайней мере, где я живу, все достаточно демократично. Цены в магазине, цены на уличные фастфуды. Я не хожу во всякие Макдональдс, Киевси. Уличный фастфуд, который я ем, это максимум всякие торты, тортилья, энчеладос, все такое вот. То есть какие-то такие вот штучки, дурючки, да. Я хожу в магазины типа Мега, типа Уолмарт. То есть вполне нормально я там покупаю, вполне дешево, готовлю сам. И это все получается очень выгодно. Вообще классно. Серьезно, это прикольно. Не такие уж прям затраты. Я на самом деле, когда сидел, считал примерно, да, прикидывал, смотрел видосы и хотел понять, сколько я буду тратить здесь на жилье, на еду. У меня цифры получались какие-то колоссальные. На деле же все оказалось получше. Ну, правда, здесь есть другие непредвиденные расходы, но они касаются исключительно меня. Касательно развлечений. Это столица, Мехико. Здесь можно пойти куда угодно, и ты приключения себе на задницу обязательно найдешь. Это уникальный город, потому что здесь можно идти по чистой, опрятной улице, где будут люди навстречу идти в пиджаках, такие вот культурные, да. А буквально завернув на другую улицу, ты попадаешь уже в какой-то наркоманский притон, где бомжи и наркоманы валяются укуренные прямо на дорогах. Вот такие вот контрасты здесь. Но, тем не менее, находиться здесь прикольно. Очень необычно. Поначалу очень непривычно. Именно вот из-за языкового барьера. Ты теряешься, ты многого не понимаешь. Ты находишься не в своей тарелке. Но, черт подери, именно за этим я и поехал. Изменить свою жизнь, оказаться в другом месте, в других условиях, нестандартных для себя, выйти из зоны комфорта, стать сильнее и духовно, и физически, и морально, да, как угодно. То есть спрогрессировать, выучить чужие языки, и, в общем, реализовать свою мечту, путешествовать по всему миру. И даже уже на данном этапе я чувствую, как я закаляюсь, я закаляюсь ментально. Я становлюсь как-то увереннее. Все становится проще. То есть ты ходишь, бродишь среди неизвестных людей, говорящих на неизвестном языке, которые все время тебе что-то говорят, что-то от тебя хотят. Тебе нужно покупать продукты, тебе нужно платить за жилье, наискать жилье, ездить на такси, на каком-то общественном транспорте. Если ты делаешь какие-то заказы, покупки через Амазон или еще что-то, ты должен понимать, как это все доставят, куда, как тебе позвонит курьер, что он скажет. Все ведь испаньол. То есть, казалось бы, да, что-то выглядит просто, но на самом деле ты здесь понимаешь, что языковой барьер – это такая серьезная проблема. Но по прошествии месяца я мало того, что начал, ну, естественно, подучивать испанские словечки, но даже в целом ты просто начинаешь как-то лучше ориентироваться в пространстве, лучше понимать людей. Ты не понимаешь, о чем они говорят? Это все так же звучит. Классная пародия на испанский. Но ты все равно как-то интуитивно, что ли, понимаешь, что они от тебя хотят. Интуитивно. То есть, даже звонит курьер, и ты как-то типа понимаешь, что это доставка, да, а не просто какой-то спам. Хотя спам тоже звонит, и какую-то фигню там предлагают, еще смс-ки всякие идут, вообще мутные. Установи это, скачай это, вот там акция, какая-то полная чушь, если переводить на русский, вот эти местные смс-ки, которые на мою симку мексиканскую приходят. Это дичь полнейшая. Вот. Как я уже говорил ранее, я поймал дату за 23 дня на 23 октября. Буду переходить в Тихуане. В Тихуану я полечу 20 числа за 3 дня. О, пацанчик побежал, молодец. Спорт – это жизнь. Вот. Я прилечу туда за 3 дня, чтобы избежать каких-то форс-мажорных ситуаций, чтобы себя обезопасить. Чтобы у меня было время сходить в Макдональдс, который находится рядом. Очень хочу в Макдональдс, если честно. Не хочется, конечно, лишний раз деньги тратить, но, блин, бургеров хочется. Кстати, здесь нормальный маг. В Америке, говорят, он такой бомжовский. Здесь нормальные, хорошие, опрятные люди, курьеры, просто посетители приходят, стоят в очереди, едят. Ничего такого. Вот. Что еще можно сказать? Да едьте, конечно, сюда. Едьте, едьте, ребята. Здесь нормально. Сидеть в Мексике, ждать дату CBP-1 может быть скучно. Если вы идиот, то местами опасно. Но если вы толковый парень, который, ну, или девушка, понимаете, что к чему, просто думаете головой, думаете о своей безопасности адекватно, понимаете, где вы находитесь, то у вас все будет классно. Вы найдете себе нормальное жилье. Ваши мозги защитят вас от того, чтобы ходить по мутным районам. И вас никто не отожмет деньги, сумку и так далее. Все будет классно. Все зависит от вас, от вашего восприятия, от ваших мозгов. Поэтому, если вы нормально соображаете, то и в Мексике вам будет полный кайф. Вы будете сидеть здесь спокойненько, кушать местную еду, ждать свою дату, и все у вас будет офигенно. Вот что будет дальше, вот это действительно жесть. То есть, одно дело сидеть, ждать дату, да, то есть ты просто там ешь, спишь, учишь английский, да, там работаешь по своему кейсу, еще что-нибудь. Но вот потом, когда деньги уже начинают заканчиваться, ты попадаешь в Соединенные Штаты, еще и, не дай бог, мне придется сидеть в этом детеншине, месяц-два, и не знаю даже, ни к чему об этом думать. И вот потом, полная неизвестность, потенциал, перспективы, но и опасности, тернистый путь меня ждет. Так что, впечатление о Мексике за месяц, учитывая, что ждет, учитывая, что было, учитывая, что привык, офигенные, мне нравится здесь, здесь классная погода, прикольные люди, добрые, что еще сказать, едьте сюда, если у вас есть какие-то волнения по поводу того, как вы будете здесь сидеть, ждать свою дату, да, офигенно вы будете сидеть ждать, я вам повторяю, это не проблема, ждать дату в Мексико, не проблема, быть в Мексике, не проблема, ну, имеется в виду, если вы не поедете, в какие-то мутные города, да, где вас схватит картель и куда-нибудь увезет. Едьте в столицу, едьте в Порто-Вальярте, не суйтесь в Тихуану до самого последнего момента, вот и все, вот простой рецепт успешного ожидания CBP1. Мало денег, заезжайте в хостел, денег нормально, ищите апартаменты, денег мало, но хотите апартаменты, ищите попутчиков, ищите с кем вместе сможете снять жилье, это не проблема, это легко сделать, вот, пожалуйста, я вообще на изи нашел людей, и мы заехали. Ребята, если есть желание, воля, цель, все это, все это шикарно, все это выполнимо, и все это довольно-таки просто. что еще добавить? Вся эта информация, все, что я сейчас говорю, актуальна на, какое у нас сегодня число, на где-то 10-е числа октября. Информация касательно моего прилета в Мехико актуальна на, какого там числа я летел-то? В сентябре. Забыл уже, настолько уже мне все это фиолетово, настолько все это уже в прошлом, что я даже забыл, когда сюда прилетел. Я летел с Кубы, ну вот месяц назад, проблем не было никаких, об этом у меня уже есть видео, но на данный момент, как говорит общество, сообщество, типа людей разворачивают или еще что-то там с Кубы, но люди всегда что-то говорят, меня постоянно кто-то пугает, что-то говорит, да будет это, да будет то, да там вот это. Я вот, я почему-то думаю, что я даже в детеншн не сяду, ну блин, я не знаю, у меня почему-то такое ощущение, что все будет как-то, ну, как-то проще, чем все говорят, или мне везет, или, ну, не знаю, просто, ой, в аэропорту у Мексики разворачивают, прилетел спокойно, никаких, ничего вообще мне не сказали, дали 60 дней, иди гуляй, ой, жилье, там опасный район, блин, три разных места сменил, все везде шикарно, никто меня не ограбил, не пристал, не докопался, ничего, ой, потом там этот, да, ты будешь ловить, эти 50 тысяч миллионов лет, 23 дня поймал, окей, что дальше, ой, детеншн сейчас всех садят, они там сидят по 3 месяца, камон, ну, ладно, загадывать не будем, вот когда выйду, да, там и видно будет, ну ладно, видео уже очень долго, я уже сам с собой, походу, разговариваю, потому что никто его уже не смотрит, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, сейчас контента будет больше, он будет лучше, а когда, когда я выйду, из тюрьмы, тогда будет еще больше контента, так что мне очень нужны ваши лайки, подписки и поддержка, всем спасибо, до скорых встреч, на улицах Мехико, до скорых встреч,